В час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Вот сейчас затронем действительно такую очень серьезную тему. Тема касается вот несовершеннолетних знакомств в интернете. Надо заметить, что до еще изобретения интернета все равно были сколько... Эта тема вечная. И буквально недавно я читал книгу воспоминаний тренера Александра Жулина, где он рассказывает о том, что отправляясь на тренировки, и в какой-то момент его стали отпускать одного ребенка, он помнит жуткую травму, когда в электричке начал вдруг к нему приставать какой-то странный мужчина и пытаться завязать знакомство, и как-то прижиматься к нему. И он в страхе, в общем, ну, выскочил, успел выскочить из электрички не на своей остановке, потом добирался уже какими-то попутными вещами. И боялся даже рассказать родителям об этом случае. И только потом, ну, вот во взрослом возрасте, он понял, какой беды он избежал. Ну, а сейчас с развитием интернета, в общем-то, стало гораздо легче прятаться за вот этой мнимой анонимностью, и дети страдают и попадают в различные, мягко говоря, неприятные ситуации. Начальник отдела госполиции по раскрытию преступлений на сексуальной почве Олег Ловчиновский с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Насколько известно, начинается кампания, которая посвящена как раз-таки общению детей в интернете, называется она «Опасная дружба в интернете». Расскажите, пожалуйста, во-первых, подробности, что это будет за кампания, в чем она будет проявляться, ну, и опишите реальную ситуацию на сегодня, как обстоят дела, насколько часто, не знаю, заявления в полицию, о каком количестве случаев вот этих нежелательных знакомств, назовем это так, идет речь? В сравнении этой кампании, которая организована государственной полицией и Латвийским центром безопасного интернета, мы хотим обратить внимание детей, родителей, а также специалистов, которые работают с детьми, то есть учителей, социальных педагогов, психологов, на то, что дружба в интернете тоже может быть опасна. Зачастую родители не осознают этой опасности, им кажется, что какие-то неприятные вещи с их детьми могут произойти только на улице, вне дома. Если подросток или ребенок возвращается откуда поздно вечером, по незнакомым местам, по плохо освещенной улице, то все понимают, что что-то нехорошее с ним может произойти, но мало кто задумывается о том, что если ребенок находится дома, особенно как сейчас, например, на удаленном обучении, он сидит в соседней комнате за компьютером, под присмотром, и родители в полной уверенности, что ребенок находится в безопасности. Но это не так, потому что мы никогда до конца не знаем, чем занимаются там дети, и общаясь в интернете, начиная там какие-то отношения, начиная там дружбу, эта дружба тоже может стать опасной и тоже может привести к совершению преступления, и к тому, что ребенок, не выходя из своей комнаты, где он, по мнению родителей, находится в безопасности и станет жертвой преступления. Идет ли речь о каком-то определенном возрасте? Идет ли речь о взаимоотношениях на уровне дети-дети или все-таки дети-взрослые? Кто угрожает нашим детям? Очень по-разному. По нашей практике с жертвами лиц, которые пытаются в интернете совратить детей или заставить их делать какие-то действия сексуального характера, могут быть как и такие же подростки, которые таким образом просто развлекаются, либо хотят отомстить своим знакомым за какие-то, возможно, неудачные отношения или еще что-то, какие-то взаимные обиды. Так и взрослые люди, которые целенаправленно это совершают, поскольку имеют такого рода отклонения, их интересуют дети в сексуальном контексте, и они пытаются получить таким образом эти материалы. Что касается детей, то, наверное, где-то начиная с лет уже 5-6 ребенок может стать жертвой подобного преступления. И такой ребенок даже, может быть, гораздо легче станет жертвой такого преступления, потому что он до конца не осознает, что это. С ним можно это все в какой-то форме игры провести, что ребенок не поймет истинного значения этих действий. Что касается уже подростков, там немножко другой механизм, там уже больше играют на каких-то чувствах, высказываются комплименты, пытаются как-то заинтересовать общением, предложить какие-то отношения виртуальные, возможно, реальные. Там немножко другая механика, но конечная цель такая же. На что следует обращать внимание родителей прежде всего в поведении детей или какие-то темы, на которые обязательно нужно поговорить с детьми, чтобы те сигнализировали, не дай бог, что-то сомнительное начинается, сразу к папе, к маме и рассказать. Что это может быть? Со всеми детьми, независимо от их возраста, нужно провести беседу и объяснить им, что интернет также полон опасностей, что ты не можешь быть полностью в безопасности, если ты даже сидишь дома у своего компьютера. Надо объяснить детям, что тот человек, с кем ты общаешься, если это только не какой-то твой знакомый, и ты уверен, что это именно он, может быть с кем угодно, что в интернете очень легко представить себя другим человеком. Если ты познакомился или познакомилась на каком-то сайте знакомств или в игре просто в каком-то форуме с каким-то своим сверстником, с симпатичной фотографией, и при этом при общении с тобой он не включает камеру, что очень может быть, что за этой симпатичной фотографией прячется мужчина уже в годах, которого интересует совсем не дружба, а совсем другие плохие вещи. Объяснить, что это может поджидать абсолютно в любом. Нам часто задают вопросы в интервью, вот назовите какие-то опасные или безопасные социальные сети. Нету таких. Абсолютно в любой социальной сети может поджидать такой человек. Точно так же это может быть в каком-то тематическом форуме на абсолютно нейтральную тему, где просто пытаются заинтересовать, начать общение, потом увести в какие-то уже мессенджеры, где общаться наедине. И главное, чтобы были отношения с ребенком, полные доверия, и ребенок понимал, что если он столкнулся с какой-то ситуацией, которая ему непонятна, может быть, он не чувствует опасности, он просто не до конца понимает эту ситуацию, он не уверен, что это правильная ситуация, чтобы он пришел к родителям, переговорил с ними, рассказал об этой ситуации, он был уверен, что родители не будут его ругать, а дадут ему совет, объяснят, помогут, подскажут в этой ситуации, как делать так, чтобы не стать жертвой преступления. Вот как будет проводиться эта кампания, какая цель, какие будут конкретные, может быть, действия в рамках этой кампании? Сегодня состоится уже через полтора часа пресс-конференция, на которой представители, на этой госполиции, инспекции по защите прав детей, информируют о кампании, расскажут о главных тенденциях, об этих опасностях, которые поджидают в интернете. Впоследствии на сайте безопасного интернета, netsafe.lv, будет размещен онлайн-тест. Есть несколько версий теста для подростков, для родителей, для специалистов. И каждый, кто с такой ситуацией соприкасается, он может пройти онлайн этот тест, он полностью анонимный, там не нужно никаких своих данных вводить. Также автоматически эти данные некуда не передаются. Это только для вашего ознакомления. Можно пройти онлайн-тест, где будут заданы специальные вопросы об этих отношениях, которые были. Допустим, ребенок столкнулся с какой-то коммуникацией в интернете, ему кажется, что она была неправильной, но он не уверен. Он, может быть, стесняется идти к родителям или к школьному педагогу и говорить об этом, потому что, может быть, он думает, а, это какая-то ерунда, я что-то не так понял. Он может зайти на этот сайт, на safe.lv, пройти онлайн-тест, и по результатам теста ему будут заданы вопросы, и в результате ему будет показано, в зависимости от его ответов, является ли эта ситуация опасной, или это нормальная ситуация, и ничего страшного не случилось. И когда он пройдет этот тест, ему будет показано, на что именно нужно обратить внимание. Сразу появится телефон доверия, инспекция по защите прав детей, куда он, если он хочет дальше как-то с этой ситуацией разобраться и не хочет по каким-то своим причинам обращаться к родителям, он может позвонить и также анонимно, бесплатно проконсультироваться со специалистами, и они его уже тогда помогут ему сориентироваться, или ему идти в полицию, или просто нужно как-то обратить внимание на свое поведение в интернете, уже как-то помогут сориентироваться дальше. Можно ли вычислить вот этих людей, которые общаются, пытаются совратить малолетних, несовершеннолетних, найти их и наказать? Да, можно. Интернет предоставляет большие возможности для анонимизации, и, конечно, сейчас в полиции очень сложно работать, учитывая, что средства анонимизации очень доступны, и не нужно никаких специальных технических знаний или больших финансовых средств для того, чтобы их использовать, но, тем не менее, полиция тоже не стоит на месте. Наши возможности растут, у нас есть обученные люди, которые умеют это делать, и мы достаточно успешно этих людей выявляем, и регулярно эти люди выявляются, задерживаются и призываются к ответственности. Напомню, мы беседуем с начальником отдела госполиции по раскрытию преступлений на сексуальной почве Олегом Ловчиновским. Олег, скажите, пожалуйста, как задействованы в борьбе с этими сексуальными преступниками? Школы, они проводят какие-то беседы с детьми, какие-то занятия специальные, ну, превентивные меры? Потому что компания – это хорошо, это прекрасно, мы это приветствуем, но, опять же, нужно до детей донести, что есть такой интернет-сайт, убедить их пройти этот тест и так далее. А так в школе, на занятиях, на, я не знаю, там, какой-то периодической основе, есть ли какая-то специальная программа, касающаяся этих нюансов? Всем школам рассылается эта информация, также она и раньше рассылалась, и об этой компании будет разослана информация. Специальные плакаты подготовлены, то есть школы информируют школьников об этом. Раньше, до поведенных времен, полиция тоже достаточно активно ходила в школы, проводили уроки превенции, на которых мы рассказывали детям об этих рисках и чего стоит опасаться. Сейчас, по понятным причинам, этого нет. Но информируют школьник передается, и здесь главная идея этой компании в том, чтобы люди узнали, что такое есть, и дальше никого никуда не будут насильно тянуть, что есть вот этот сайт, туда можно зайти, есть телефон доверия, бесплатные анонимные службы по защите прав детей, и туда можно позвонить, тоже проконсультироваться и дальше уже принимать решения совместно с родителями об обращении в полицию. То есть главное, чтобы дети поняли для себя, что это опасно, и что это может случиться с каждым абсолютно, независимо от того, где он находится, из какой он семьи, какой его возраст, полы и так далее. А вот все-таки вот если мы говорим о том, что может случиться, то есть что может плохого произойти, если мы не говорим про физический контакт, то есть вот если ребенок сидит в интернете, что может плохого произойти с ребенком, чтобы было всем абсолютно ясно? Ну тут возможно очень много вариантов. Наверное, самое такое безобидное, что с ребенком будут какие-то разговоры на сексуальные темы, не соответствующие его возрасту. То есть если у абсолютно маленького ребенка пытаются заинтересовать какими-то сексуальными разговорами, склонить в какие-то беседы на эти темы, начинаются выяснения каких-то интимных подробностей о нем, до, наверное, самое тяжелое преступление, которое может произойти, это вовлечение несовершеннолетнего в изготовление детской порнографии. То есть каким-то путем обычно это происходит так, что как-то уговорами пытаются заинтересовать, изготовить первую фотографию или видео, какую-то запись. Иногда просят ребенка совершать какие-то действия сексуального характера со своим телом как-то, чтобы подтвердить свою дружбу. Разные используются методики. Ну и после того, как первая фотография изготовлена, даже тот человек, который общается под видом сверстника, может послать скачанную из интернета какую-то фотографию, сказать, вот это я, ну теперь твоя очередь что-то изготовить и мне прислать. Но после того, как присылают фотографии, обычно начинаются уже шантаж и угрозы, начинается выманивание следующих фотографий, и это уже очень сложно остановить, потому что преступник угрожает тем, что если ребенок не будет продолжать изготавливать эти фотографии, то те фотографии, которые он уже послал, будут разосланы его друзьям, знакомым, одноклассникам, родителям. Естественно, у ребенка будут проблемы. И впоследствии те фотографии, которые ребенок изготавливает и посылает, они могут быть распространены по интернету, могут быть выставлены на каких-то порно-сайтах, распространены среди людей, которые ищут подобную информацию. То есть, ребенок полностью теряет контроль над своими фотографиями, больше уже их изъять из интернета невозможно. Скажите, пожалуйста, известно ли, ну наверняка известно, вы можете оценить, насколько дети в Латвии, дети и подростки, конечно же, открыты и способны говорить на эти темы, заявлять о таких случаях. Я говорю о стеснении. Больше стесняются и боятся или готовы сигнализировать о том, что происходит какая-то ерунда? В принципе, дети готовы об этом говорить. Главное, чтобы у ребенка рядом был какой-то взрослый, с кем он готов говорить. К сожалению, не всегда в семье есть такой человек, с кем ребенок готов говорить. И это тоже такие издержки строгого воспитания, что ребенок воспитывается в такой строгой среде и почему-то попадает в такую ситуацию, сам того не осознавая. И когда он понимает, что он уже все, сделал что-то нехорошее, он не идет к родителям, не говорит об этом, потому что он уверен, что родители будут его ругать, родители его не поймут, родители не поддержат. И вот это самое плохое, что может случиться, когда ребенок готов говорить, но он боится рассказать об этом родителям. Иногда дети обращаются тогда к школьному социальному педагогу, к психологу. Опять же, есть вот этот телефон, инспекция по защите права детей, куда они могут обратиться. В целом дети готовы говорить, но самое главное — это донести до ребенка, что всегда есть взрослый, который готов его выслушать. Потому что, чтобы детям рассказать, у них должен быть кто-то, кому они могут рассказать. Вот тут пришел вопрос. Где будет происходить конференция, кто примет участие, кто докладчики и кому можно выступить по желанию? Пресс-конференция будет происходить сегодня в 11 часов. Прямая трансляция доступна, если вы зайдете на страницу netsafe.lv. Там будет ссылка на пресс-конференцию, ее в прямом эфире можно будет смотреть. Там будут выступать руководители Центра безопасного интернета. Майя Котковска буду выступать. Я как представитель государственной полиции будет замначальница инспекции по защите прав детей. Гунита Ковалевска. Да, но это не просто конференция, это именно пресс-конференция о конкретной компании. Поэтому не знаю, насколько это будет интересно именно зрителям и слушателям, но возможность присоединиться, тем не менее, такая есть. Ну, а подробности, конечно же, мы изложим у себя на портале Mixed News.lv. У меня еще один вопрос. Действительно, косвенно, может быть, связанный с этим, но тем не менее, мы говорим все время о том вовлечении детей в детскую порнографию. Потребление, вот если мы посмотрим с противоположной точки зрения, вот потребление, насколько широко потребление такого рода порнографических материалов в Латвии, насколько это преследуется законом, ну, чтобы было вот действительно всем ясно взрослым, которые, может быть, копаются в интернете и начинают разглядывать такого рода снимки. Карается ли это и насколько это распространено? Да, детская порнография является запрещенным видом порнографии. Она полностью запрещена к обороту. Ее нельзя ни хранить, ни изготавливать, ни пересылать, ни каким-либо другим образом обрабатывать. За хранение детской порнографии, также скачку, закачку на какие-то сайты, любой оборот любого вида, предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Это если вы просто скачиваете подобные материалы с интернета, если же вы совершаете какие-то активные действия по вовлечению несовершеннолетних в изготовление порнографии, даже просто предлагаете, без угроз, просто предлагаете, допустим, лицу, недостигшему 16 лет, изготовить какие-то фотографии порнографического содержания, то это уже совсем другая статья, и это наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Поэтому стоит очень серьезно подумать, если вас интересуют подобные материалы, ничто не остается без следов, и оборот этих материалов действительно очень большой. Это не только проблема Латвии, это во всей Европе, во всем мире. Очень много этих материалов циркулирует в интернете. К сожалению, они свободно доступны, но постоянно не только латвийские, но и европейские полицейские службы, а также международные организации проводят мониторинг интернета, постоянно выявляются лица, которые скачивают эту информацию, эта информация передается в полицию, и поэтому мы регулярно приходим, выявляем этих людей, приходим к ним домой, изымаем огромное количество этой информации. Люди удивлены, как так они годами это смотрели, никого никуда не вовлекали, и тут вдруг не пришло полиция. Но тут надо помнить, что возможности интернета развиваются, но наши возможности тоже растут вместе с этим. Это хорошо, что развиваются возможности полиции призвать к ответственности подобных преступников. С нами на связи был начальник отдела госполиции по раскрытию преступлений на сексуальной почве Олег Ловчиновский. А отправной точкой сегодняшний запуск к информационной кампании, которая называется «Бистам и Драузба Интернета», то есть «Опасная дружба в интернете», посвящена она именно вот такому небезопасному общению анонимному наших детей, неизвестно с кем. Подробности, как мы уже сказали, чуть позже появятся на портале «Микс Ньюс ЛВ» с советами от господина Ловчиновского, как предотвратить и как защитить наших детей. Основное по-прежнему это внимание и элементарная любовь к детям. Олег, еще раз огромное спасибо. Удачной кампании, хорошего дня. Мы прощаемся с Олегом, с вами. И дальше наш эфир все равно продолжается. Хочется напомнить, что сегодня у нас вторник и в программе сразу после 10-ти часовых новостей будет программа «Футбольный клуб», а затем разбор полета с Виктором Сухоруковым. День в день, час в час, минута в минуту.